Арсений Синюшкин 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 материалы. Своих подопечных, людей с ментальными особенностями здоровья, они хотят научить самостоятельно делать ремонт. Проекту «Пенежье сказочная» финансовая поддержка нужна для сохранения традиций в деревне Йоркино, чтобы каждый гость мог насладиться старинной кашей из толокна. Осталось только подключить неравнодушных, купить домашнюю мельницу и отремонтировать старый колодец. Общественная организация «Дорога жизни» представляет проект «Вернуться к жизни». Его цель – оказание помощи насельникам социального приюта, тем, кто по разным причинам остался без жилья и работы. Архангельское оборудование Верховского монастыря принято без зонных органов для помощи уже с 2001 года. Сейчас на территории приюта живут 17 человек. Если получится закрыть всю сумму, которую мы заявили – 72 тысячи 40 рублей, то тогда мы полностью закупим все, что мы запросили – и теплицы, и тележки, лопаты, там все это. Это будет просто чудо такое. Чудом для подопечных приюта будет вернуться к нормальной жизни. В планах авторов проекта – создание Дома трудолюбия в Приморском районе. 25! Хозяйственный инвентарь работает на увеличение суммы пожертвований. Начался уже дачный период, да? Может быть, кому-то все-таки нужны ведро и лопата? Мы можем? Не за дорого? Не за дорого продают! 66! Мы готовы! Две тысячи! Вообще, конечно, здорово, что собрать деньги получилось. Получилось собрать больше, чем мы предполагаем. Но много ведь не бывает. Надо всегда, всегда найдется на что. Донести свою мысль удалось. Результаты превзошли ожидания. На проект пожертвовано 105 тысяч рублей. Всего собрано более 300 тысяч. Я чрезвычайно удовлетворен тем, что проект «Дорога жизни» получил сегодня такую серьезную поддержку. Ему сегодня дали жизнь, по сути. Это, безусловно, большая удача и победа организаторов. Да, я поддержал все проекты. Все три проекта. О том, как поддерживают проекты на федеральном уровне, рассказал генеральный директор фонда президентских грантов. В зале он среди почетных гостей. Результат, например, прошлого года, он говорит о чем? Что у нас было поддержано проектов практически каждый третий проект из Архангельской области. Это потрясающе хороший результат. Если чувствуется, что люди активны, содержательны, и эта деятельность настоящая, то это всегда подкупает. Одна из главных задач организаторов – говорить о важном легко. Благотворительность должна приносить удовольствие. Концепция мероприятия и формат вообще потрясающая. То есть с такой легкостью хочется отдавать деньги и с такой радостью поддержала все проекты. К сожалению, не смогла удержаться. Пришла болеть за один, а настолько открытые участники, что захотелось поддержать всех. Участвую в разных краудфандинг-проектах и уверена, что буду продолжать это делать дальше. Круг благотворителей отправляется дальше по стране. В следующий раз он замкнется в Карелии.